Мои хорошие, всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как жизнь при раке, да, когда у тебя четвертая стадия. Как же живут эти люди? Если вы думаете, что эти люди лежат, не вставая, и все, уже поставили на себе крест и хотят умереть, то нет. Скажу вам так, что это сложная жизнь. Это пипец какая сложная, потому что ты постоянно на химиях. Потом у меня химия каждые две недели, потом я отхожу, и потом опять получается как бы химия, но вот эти 10 дней, которые у меня есть без похода в больницу, каждые две недели, да, у меня химия, я стараюсь жить на полную катушку. Я составила себе целых 100 желаний, чего я хочу, да, там путешествия, не путешествия, там какая-то реализация, какие-то маленькие мечты, вот. Так вот, я стараюсь их воплощать в реальности здесь, сегодня и сейчас, и это круто, потому что когда ты живешь обычной жизнью, то ты меньше думаешь о том, что сколько тебе осталось, выберешься, не выберешься ты из этого, получится, не получится, умрешь, не умрешь, вот, ты просто живешь. Ты живешь, да, ты живешь сложно, трудно, потому что у тебя постоянно к больнице капельницы, плохое самочувствие, то позвоночник болит, то поясница, то тошнит, то изжога, то сыпет, то синяки на ногах, то кожа болит, то слабость, да, но когда у тебя есть силы, ты стараешься жить на полную катушку. Допустим, я через месяц после операции, как мне удалили опухоль, и когда началась химия, я полтора года дальше и работала, просто я в диагнозе, как бы, уже почти два года, да, то я работала до, вот, прошлого, вот, недавнего декабря, так сказать, 23-го года, я работала, делала маникюр, делала педикюр, наращивание ногтей, я все равно старалась работать, это меня отвлекало, это помогало мне, вот, плюс я прошла разные курсы, плюс я там постоянно учусь и развиваюсь, плюс я начала писать картины, и на самом деле я давно этого хотела, реально давно, но я всегда боялась опримет этот мир, мои художества, плюс, знаете, как мне всегда, у меня был такой момент, когда лет в 20, наверное, мне сейчас 32, на секундочку, в 20 лет я были попытки начать рисовать, да, я рисовала просто карандашиком, и я помню, бывший парень мне сказал, он мне, он начал придираться немножко, и говорили, что там где-то не похожи черты, где-то не так рука нарисована, где-то еще что-то, ну, и как бы я подумала, на самом деле, что, наверное, ну, ничего не получится с этого, так вот, когда я заболела и начала делать маникюр, потом маникюр немножко отошел в сторону, потому что у меня неврология еще, я не чувствую нормально пальцами, ну, как бы мне приходится прилагать много усилий, чтобы мыть ту посуду, что-то делать руками, вот, ну, я начала рисовать картины, и хочу вам сказать, я на сегодняшний день уже продала 100 своих картин, вот, на самом деле художники, это такие классные люди, которые кажутся, типа, в своем мире, знаете, ты включаешь музыку, и ты творишь, и это прекрасно, это настолько круто, это настолько мое, вот, это настолько мне нравится, что, как бы, я хочу свою выставку, я хочу организовывать арт-терапию, я хочу вдохновлять людей, я хочу побывать, вообще открыть свою студию, это нереально круто, когда есть вот такие мечты, да, когда ты чем-то горишь, вот, и поэтому я не думаю о завтрашнем дне, о том, что, блин, а вдруг я не справлюсь, или еще что-то, я живу здесь и сейчас, и это безумно круто, поэтому, если вы всегда откладывали на потом, и думали, что, а вот, кому-то понравится, а может, кому не понравится то, что я делаю, ну, смотрите, в мире миллиарды людей, из этих, вам не нужно, чтобы все миллиарды вас принимали, понимаете, по-любому кто-то будет с вами, по-любому кто-то оценит ваше творчество, я не знаю, кто вышивает там бисером, кто там мозаики какие-то делает, кто там какие-то подделки делает ручные, кто куклы делает, кто вяжет классные вещи, то есть вот такие вот хобби творческие, они очень помогают, если вы не творческий человек, то попробуйте организовать какой-то свой бизнес, на самом деле, я начинала делать маникюр, у меня было в кармане всего 1500 гривен, из 1500 гривен, я начала это раскручивать, понимаете, у меня не было поддержки, это тем, я сейчас говорю, кто думает, да, а у меня нет денег, еще что-то там вас останавливает, у меня тоже не было, и у меня не было никого, кто бы мог мне сказать там, да не парься, если что, я поддержу и дам тебе денег, ну то есть ты пытался все сам это делать, поэтому для какого-то маленького дела, даже смотрите, у вас есть интернет, люди, у вас есть интернет, у вас есть соцсети, тикток, инстаграм, ютуб, фейсбук, используйте его правильно, используйте даже тот же ютуб, кто-то рассказывает, вот как я, я решила рассказывать об этом, на ютубе, это классно, потому что мы делимся, мы обмениваем все информации, кто-то черпает что-то полезное, кто-то, допустим, мотивирует себя, да, то есть люди некоторые мотивируют друг друга, я тоже смотрю каких-то людей там, которые боролись с раком, которые победили, это классно, они мотивируют на самом деле, вот, то есть несмотря ни на что, плюс все мы с вами знаем, что мы с вами в жизни переживали так, миллион разных проблем, да, у кого-то семья, вот у меня, допустим, с семьей не все гладко, с родными, у меня толком никого нету, у меня там не складывались нормальные отношения, причем там, где-то я сама виновата, то есть я стараюсь считать психологию вот за счет этого тоже, потому что, ну, я такая своеобразная, знаете, я вроде и мягкая, но в тот же момент я могу быть очень грубая, грубая я из-за того, что много в жизни пережила, и боюсь, чтобы меня не обидели еще раз, понимаете, и вот эти все отпечатки, они не дают нормально жить, и вот, поэтому мне всегда было интересно разобраться в психологии, допустим, в будущем я планирую стать психологом, потому что я уже вижу, как люди пишут там в том же ТикТоке, там аудитория нормальная, ну, как бы количество большое, да, то, что пишут там, кто-то хочет поддержки услышать вот это, и знаете, почему люди идут там к тем же кторологам, да, потому что мы хотим услышать то, что мы хотим услышать, либо хотим, чтобы нам подсказали, как нам действовать, вот, потому что где-то мы растеряны, где-то не можем принимать сами решения, где-то нам страшно, так вот, кто-то там занимается, вот тоже, если вы очень хорошо ладите с людьми, вы можете стать психологом, на сегодняшний день очень много изучите, допустим, тот же СММ, то есть вы можете зарабатывать онлайн, не обязательно делать что-то руками, да, во-первых, вы будете при деле, зарабатывать какую-то копеечку, это очень помогает, отвлекает тебя, потому что ты все-таки живешь, ты тогда чувствуешь, что ты живешь, ты нужен этому миру, и ты делаешь что-то прекрасное, вот, поэтому я вам желаю не зацикливаться, да, не закрываться в себе, а быть открытыми этому миру, да, и пытаться, пытаться, вот, всеми возможными способами жить, несмотря ни на что, радоваться каждому дню, радоваться природе, солнышку, я не знаю, это очень круто, на самом деле, как заболела, я так стала ценить жизнь, мне вообще, если честно кажется, что до болезни я не жила, ну, как минимум, я жила точно не своей жизнью, потому что, ну, вечно, знаете, я всегда слушала, кто, кто что говорит из близких, я слушалась, это правильно, это неправильно, но я никогда не думала о том, что правильно для меня, знаете, чего хочу я, и сейчас, когда я заболела, я понимаю, что очень важно жить своей жизнью, не другие, не жизнью других людей, которые тебе говорят, как правильно, а жить так, как ты хочешь, делать, что ты хочешь, заниматься тем, что ты хочешь, любить свое дело, вот, любить эту жизнь, это прекрасно, поэтому не зацикливаемся, не закрываемся, и стараемся чувствовать внутри, чего хочет наша душа, чего хочет, вот, чего мы хотим в жизни, вот, хотите чем-то заняться, пробуйте, как минимум, не получится ничего страшного, найдете новое хобби, как минимум, вы попробовали, и понимаете, что это вам не понравилось, да, вот, я сейчас настолько готова хвататься за разные начинания, пусть где-то я закончу, не начну, вот, я, допустим, начала брошки делать, да, красивые сейчас, очень модно брошки на пиджаки, со стразиками, я начала делать, поняла, что это очень тяжело, очень, то есть, хотя я, насколько я люблю творчество, но там, там очень много нужно приложить усилий, вот, кто-то из бисера вышивает, кто-то плетет, боже, вот, это настолько прекрасно, вы такие умнички, если не сдаетесь, и пытаетесь дальше продолжать эту жизнь, действовать, бороться, что-то делать, развиваться, потому что это очень круто, очень, вы большие молодцы.